Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы у нас в Европланте, в садовом центре Порошкина, который все еще закрыт на зимовку. Но у нас этой зимой очень много интересных бесед проходит в нашей маленькой студии. Сегодня у нас в гостях ландшафтный дизайнер, дендролог Виктор Тропченко. Здравствуй, Витя. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы решили поговорить о заборах. Тему предложил Андрей о заборах как из каких-то строительных материалов, так и о живых изгородях. Но нет, давай мы с тобой, Витя, разобьем на две части. Сначала мы поговорим о неорганических заборах, так сказать, мертвых, неживых заборах. А потом о живых. Потому что, на самом деле, тем две большие, мне кажется, что... Да, потому что забор – это реальность нашей жизни, без которой, к сожалению, не обойтись. И который играет существенную роль в восприятии сада и участка вообще. Поэтому очень важно выбрать такой забор, чтобы он, с одной стороны, выполнял свою функцию, а с другой стороны, не стал фактором, который портит вид на участки. Безусловно, слушай, на самом деле, вот эта забористая тема, она неоднократно поднимается везде и всегда. Потому что люди сначала думают, какой забор поставить, потом чем этот забор прикрыть. И, собственно, круг замыкается. Но на самом же деле, не так много, кажется, есть каких-то выборов вообще у людей. Потому что, ну что там есть, самый распространённый у нас, к сожалению, забор из профлиста. Потом идёт сетка рабица, потом идёт решётка. И где-то там вот некоторые, вот совсем вот некоторые ставят штакетник, который вот эстетически устраивает абсолютно всех. Но я не знаю, почему он не пользуется такой популярностью. Есть ещё сетка гиттер, сетка 3D, вот эта современная, которая достаточно жёсткая. Но вот это, в принципе, современная замена рабицы. Сетка гиттер, понадобится картинка в карте. Да, ну она самая распространённая сегодня, если не считать, наверное, заборов из профлиста. Заборы из профлиста распространены так, потому что они едва ли не самый дешёвый вариант забора. И они не требуют никакого обслуживания, хотя, конечно, их внешний вид оставляет желать лучшего. И я их, конечно, очень не люблю и воспринимаю это как существенный недостаток на участке. Но с другой стороны, я понимаю, что без заборов никак. И людям хочется закрыться. Единственный плюс этих заборов в том, что за счёт того, что они отражают свет и нагреваются на солнце, они повышают сумму положительных температур на участке. Это, наверное, единственный плюс. Второй плюс – это, конечно, относительно низкая цена. То есть, самая дешёвая – это сетка рабица, но она, в принципе, если её брать чёрного цвета, она практически не будет восприниматься как сетка. И на самом деле, это как раз некая преамбула к живым заборам. Потому что я думаю, что именно в любом случае, перед тем, как сажать живую изгородь, наверное, неплохо бы иметь какой-то физический забор, чтобы никто не мог проникнуть. Ну, во-первых, почему у нас нужны заборы? Потому что, к сожалению, у нас отсутствие забора практически всегда воспринимается как возможность пройти. Даже если это забор 120-150 сантиметров, уже никто не будет ломиться на участке. Если его не будет, скорее всего, вы будете периодически обнаружить всё на участке случайных людей, которые туда зашли. И собирают сливы. У меня такое было. Или просто зашли. Может, без всякого какого-то плохого намерения они просто не думали о том, что это частная собственность, поскольку таблички не ходить в ходу воспрещён. Частная собственность у нас, в общем-то, не котируется и не распространена. Поэтому какой-то забор нужен в любом случае. Итак, значит, у нас есть самый дешёвый бюджетный вариант. Это столбы и сетка рабица в разных вариантах. Лучше брать чёрную, потому что чёрный всё-таки более нейтральный. Самый нейтральный цвет из прозрачной сетки, неважно, речь идёт о рабице или о гиттере, это очень тёмные тона. Это чёрный, это цвет мокрого асфальта. Чуть хуже цвет оцинковки, который всё-таки чуть-чуть будет темнеть, но не сильно. Очень популярный именно зелёный цвет, но зелёный забор, да, летом он будет растворяться среди листвы, но зимой он будет очень хорошо читаться. Чёрный всё-таки более нейтральный вариант. Это первый вариант, да? Ты мне скажи, да, давай мы с тобой вот прям по каждому варианту немножко обсудим плюсы и минусы. Вот эта вот сетка, да, и гиттер, вот ты говоришь чёрная. Чёрная, это что, вот у меня покрыто зелёным какой-нибудь пластиком, и этот пластик вот спустя лет 10, у меня, по-моему, стоит этот забор, он начал потихонечку отваливаться. Да, либо пластик, либо краска, порошковое покрытие. Есть вариант более дешёвый, это пластик, который действительно отваливается через какое-то время, либо порошковое покрытие, если оно правильно нанесено, оно достаточно долговечное. Ну, понятно, что оно тоже где-то какая-то ржавчина идёт. В любом случае, это не нержавеющая сталь, да, в любом случае она будет ржаветь, просто сколько лет у неё это займёт. И здесь, скорее, мне кажется, важнее именно не столько материал покрытия, сколько цвет, потому что зелёный ты в любом случае видишь. Ты увидел, что у тебя зелёный пластик начал слезать с тёмно-коричневого чёрного металла, но если у тебя чёрный пластик или чёрная краска начнёт слезать с металла, и там будет ржавчина, которая будет тёмная в любом случае, это не так будет бросаться в глаза. Возьми обычную сетку, рабицу старую, как она выглядит. Да, она может быть кривая, да, она может быть провисшая, но она практически нейтральная. Если там сидят кусты, то она не особо бросается в глаза, потому что у кустарников тоже тёмные ветки, и летом листва, а зимой тёмные ветки, а сама по себе рабица – самый такой натуральный дешёвый материал. В любом случае профлист будет просто лупить по глазам, даже если взять его нейтрального цвета, серого или мокрого асфальта. Ну и потом он чаще всего как бы односторонний, люди ставят, не все знают, что профлист бывает двухсторонний. Профлист бывает очень разный, бывают очень хорошие профлисты, бывают профлисты с рисунком, где под дерево нанесённым. Но это уже другая цена, его бывает разная толщина, его можно ставить с лентой, со столбами, с какой-то обрешёткой, можно просто крепить к столбам, и тогда он начинает со временем гулять. И большая часть самых дешёвых заборов очень скоро начинает выглядеть довольно ужасно. Если рабица пресловутая ржавеет и стареет, ну это красивое старение. Всё-таки ржавчина – это один из самых модных материалов. Слово «картел» уже у всех на слух худо. Да, потому что это красиво, потому что очень важно, чтобы материал умел красиво стареть. Потому что у современных, особенно сложных композитных материалов, есть два состояния. Новый с иголочки, и пора менять, потому что выглядит страшно. Вот многие материалы сегодняшнего дня, они именно так себя и ведут. Они не могут красиво стареть, как кирпич, дерево, металл. Бетон, кстати, очень красиво стареет, на самом деле. Если это… Забор с бетоном? Да. Почему нет? Это очень дорого? Ну оно всё дорого, кирпич дорого. Любой нормальный забор будет стоить очень дорого. Самый дешёвый вариант – это первое – это рабица. Но он не очень эстетичный. Второй вариант – это так называемая трёхмерная сетка. Сетка 3D, она же сетка Гиттер, которая, в принципе, изначально была разработана как промышленные заборы, но стала широко использоваться и в частных садах, потому что она достаточно аккуратная, достаточно геометрическая, достаточно эстетическая. Долго служит, прозрачная. И, в общем, она не выглядит как что-то очень… Она, конечно, выглядит промышленной. Да, это не какой-то там безумный эстетический забор. Это скорее функциональный забор. Но она неуродливая. Вот, наверное, это важный критерий. Да, как минимум. Да, и некая альтернатива. И, конечно, заборы из профлиста, я честно скажу, их, по-моему, вообще мало кто любит из моих коллег-ландшафтников, равно я их тоже очень сильно недолюбливаю. Именно из-за того, что материал не умеет красиво стареть, и он насыщенного, навязчивого, яркого цвета, которым сложно работать, если он зелёный или коричневый, или красный. Это, в любом случае, яркий цвет. И он бросается в глаза. Ну, вот скажи, да, но всё равно у профлиста, как мы уже сказали, как ты сказал, есть, оказывается, ещё и положительная такая вот история, что он сумму положительных температур на участке увеличивает, что для нас, для Северо-Запада, например, большой плюс. Может, где-то на юге это будет минусом. У нас, чем больше тепла, тем всегда как бы лучше. Это, в любом случае, очень небольшой процент. Его можно практически не рассматривать. Я думаю, что чуть-чуть. Ну, скажи, да, но всё равно, мне кажется, там есть какие-то и обратная сторона медали, потому что он нагревается всё-таки металл сильно. Мы же сажаем какие-то лианы, какие-то клематицы, девичий виноград. Всё это... Они могут обжигаться в солнечный день, конечно. То есть, и там ещё, наверное, и отражающая поверхность имеется. Если мы берём профлист, который снаружи крашен, а изнутри серый, то, конечно, у него коэффициент отражения будет чуть больше, чем украшенной стороны. Но, опять же, я не думаю, что это будет намного сильнее, чем весенний снег, если ты имеешь в виду отражение света, которое приводит к ожогам. Я думаю, что снег в этом смысле будет хуже. Хорошо, а ветрозащита? Есть же ещё такая... С глухими заборами очень интересная история. Дело в том, что ветер не останавливается перед глухим забором, но будет перепрыгивать. Ветрозащитные посадки, которые используются, они делаются широкими. То есть, на самом деле, какой-нибудь штакетник может быть даже эффективнее с точки зрения погашения скорости ветра, нежели глухой забор. Потому что он будет чуть-чуть гасить эту скорость. То есть, он будет останавливать частично. Ну, это как волнорезы. Вот в воде они вот так вставят, а не вот так. Да. И в этом смысле думать о том, что я поставил глухой забор, и у меня прекратился ветер. Нет, он не прекратится. Он это будет делать вот так. И всё. Ещё там будут какие-то дополнительные завихрения. Есть так называемые ветрозащитные посадки, но, как правило, такие посадки из деревьев, кустарников разной высоты, шириной больше 10 метров. Это совершенно точно не загородный вариант. Мы можем вспомнить такие посадки вдоль дорог, между полями. Это, в общем, распространённая штука. Но это не для маленьких участков. Хорошо, да. Давай тогда обсудим штакетник, как самый любимый ландшафтный дизайнер. Ну, и всем, кто заботится, в первую очередь, об эстетике забором. Но они же тоже бывают разные. Бывают там в один ряд. Бывают они в таком шахматном порядке. То есть, варианты штакетника тоже существуют. Может, есть какой-то лучший? Трудно сказать. Здесь, скорее, конкретные цели. Есть конкретно разные задачи. Так называемый визуально-прозрачный забор. Когда ты смотришь на него так, он вроде бы закрыт. Но когда ты проходишь мимо и смотришь под углом, ты что-то видишь на участке, и воздухообмен участка, в общем-то, не меняется. Ну, и ощущение пространства как-то. Да, да. Он не глухой. Когда там штакетник крепится, или металлический штакетник, как альтернатива, крепится с двух сторон и идет в шахматном порядке. Чередуется на разных сторонах рама. Да, такой вариант хороший. Сам по себе штакетник, может быть, классический дачный вариант. Здесь еще важно, что отметить. По поводу цвета. Первое, что я сказал, если мы говорим о прозрачном заборе и сетке, это должен быть черный, темно-серый, цвет мокрого асфальта. Желательно ни зеленый, ни красный, ни синий и так далее. То в случае забора из штакетника крашеного, как раз лучше выбирать серый цвет. Лучше выбирать цвет серый с легким оттенком фиолетового или синего. Потому что этот оттенок как бы расширяет пространство. То есть он не должен быть однозначно серым-холодным, он не должен быть однозначно синим. Но вот эта вот гамма серого с синий-фиолетовыми оттенками, оно как раз похоже на цвет облаков, и оно визуально расширяет пространство, даже если ничего нет. Вот это неочевидная вещь, мне кажется, что разрезим интересно будет услышать, потому что синий-фиолетовый мне бы в голову не пришло. Серо-фиолетовый, синевато-серый. Картинка. Ну, картинки мы найдем, да. Вот, то есть любимые тона темно-коричневый, темно-зеленый, желтый. Ну, желтый просто будет достаточно сильно бросаться в глаза. А темно-коричневый, это просто вы будете находиться в темной коробке. Зеленый, может быть, кстати, неплохо, но если это подходит к цвету дома, например, так или иначе. Есть смысл подбирать под цветом забор? Ну, все зависит от материала дома. Если дом деревянный, то, наверное, да. Если дом каменный, то не факт. Ну, понятно, что это должно как-то сочетаться. Должно. Оно не должно быть просто потому, что нравится тот или иной оттенок, та или иная форма. То есть нужно смотреть, какие цвета выбирать. Но вот всякие рыжие, я бы остерегался. Рыжие, желтые, оранжевые. Ну, агрессивные оттенки. Коричневые. Мне кажется, что даже нейтральный тон древесины, некрашеный, когда она сереет, это, может быть, более дорогой вариант. Тут есть так называемая импрегнированная древесина. Импрегнированная доска. Это специальный метод обработки дерева, когда оно сушится в автоклавии. При этом в автоклавии же следующий этап. Туда антисептики под давлением. Они попадают в древесину и проникают. То есть если мы просто красим дерево антисептиком, оно сверху. Протравленное. Да. Оно не целиком, но оно пропитывается достаточно глубиной. Когда они свежие, они выглядят такого цвета, болотного такого, серо-зеленый, что-то такое. Проходит год-два, они сереют и становятся благородного серого цвета. Вот даже благородный серый цвет, просто обычной древесиной, не покрытой никакими красками, часто выглядит лучше, чем вот эти всем новомодные яркие цвета. Но опять же, это надо выбирать по тому, какая задача стоит. И бюджет. Потому что наверняка это дорого. Импрегнированная доска дороже, но она не так, чтобы на порядок дороже. Посчитать, условно говоря, обычный штакетник, даже если вы его покрыли антисептиком, замочили в ванне с антисептиком, ну сколько он простоит? Ну 20 лет, я думаю, он простоит максимум. Ну это неплохо очень. Очень неплохо 20 лет. Максимум. Импрегнированная доска, скорее всего, этот срок увеличит наполовину. А цена может быть даже больше. Кроме всего прочего, она будет более долговечной и не так. Она даже в земле достаточно хорошо себя ведет и достаточно долго не гениет. Тут надо просто выбирать и считать, потому что дерево естественной влажности, оно менее долговечное, чем дерево автоклавной сушки, заводской сушки. Цена там где-то достаточно существенно отличается этой древесиной. Дерево, которое еще обработано, кроме того, что высушено на специальных камерах, обработано антисептиком, импрегнировано, оно стоит еще дороже. Но надо все это смотреть, потому что, опять же, покраска каждые несколько лет – это тоже время, тоже силы. То есть тут надо просто понимать, что это не только разовое вложение, это вложение, которое может быть растянуто на несколько этапов. Да, ну то, опять же, забор тоже может быть малоуходовым, да? Ну, малоуходный забор – это забор из металлического штакетника, если мы говорим о штакетнике. Но, честно говоря, он слишком металлический, порошковые краски. Согласен. Он слишком металлический, он выглядит достаточно насыщенно, достаточно навязчиво. То есть он все-таки, он присутствует на участке. Вот, вот это вот слово, наверное. Да, у него, знаешь, такое ощущение даже, когда смотришь на него, что он не металлический, а пластмассовый какой-то. Как, знаешь, какие-то мальчики такие бордюрчики у умных городских цветничков. Но они разных оттенков бывают, бывают оттенки, которые менее пластиковые кажутся, то есть темные они достаточно, нейтральные. Но они действительно глянцевые. А, вот я знаю, почему он так выглядит, он же глянцевый весь. Все же эти краски порошковые, они дают легкий глянец, как правило. Они не матовые, они все равно, ну, может быть, они не блестящие, но в любом случае они совсем не матовые. И поэтому вот этот эффект и возникает пластмассовость, наверное. Ну, вот скажи, вот деревянными тоже заборами, вот штакетник, это я понимаю, это когда доски идут вертикально. А вот когда горизонтально, есть плетеные доски, есть доски внахлёст уложенные. Ну, вариантов... Вот скажи, вот эти варианты, они, да, имеют помимо эстетики какой-то еще, может быть, дополнительный функционал? Ну, единственный функционал забора, чтобы не проходили те, кто вам на участке не нужен, неважно, люди это или животные. Ну, это понятно, но там мода, тренды, вот это вот все. Нам же хочется, чтобы... Мне кажется, что сейчас основной, если говорить о трендах, то сейчас основной тренд, давайте используем второй раз то, что мы уже использовали. То есть вот этот вот ресайклинг, то есть вторичное использование чего-либо, с одной стороны. С другой стороны, вы срубили лес на своем участке, у вас остались дрыны, которые можно сжечь, а можно, например, использовать для такого забора с наклонными жердями, которые, в общем-то, широко используются в Скандинавии и не совсем плетень, когда они идут под углом. То есть они не горизонтальные, не вертикальные, а под углом. Это заборы, которые распространены и на севере России, и в Скандинавии. Но, опять же, вопрос эстетики. То есть если у вас там пафосный коттеджный поселок с пафосным домом, который... Чтобы это не входило в противоречие. Видно, что он только что построен, видно, что он из современных материалов, даже если это кирпич. И забор должен ему соответствовать. Мы забыли еще в металлическом заборе еще один вариант. Мы забыли ковку в разных вариантах. Кованая решетка, да, летнего сада желательно. Нет, она может быть современная. Кстати говоря, есть прекрасные варианты современного дизайна. Их можно даже увидеть в городе и в частных садах. Слушай, ну это какая-то, мне кажется, совсем элитная история. Да, это дорого. Это прямо вот, да. Для солидных господь. Ты мне скажи, вот по поводу экологичности и использования вторсырья. Я же видел у тебя, с чего, собственно, я тебя позвал поговорить про заборы. Замечательный в фейсбуке пост. Всем очень рекомендую подписаться на Виктора Тропчина. Там прекрасные есть материалы. И я видел заборы из лыж. Прямо. Я никогда не думал, что это будет красиво. Я нашел это. Заборы из зеркал. Бог знает, что там еще у тебя было. Надеюсь, что мы покажем все фотографии. Было много этих фотографий, просто его перепустили. Но для меня это прямо стало каким-то откровением, потому что идеи прямо вырежи и сохрани. Ну, их очень много, да. Это, опять же, вторично использование. Там были велосипеды, по-моему, там даже где-то шины были. То есть, на самом деле, использовать можно любые материалы, которые не хочется выбрасывать. Это вопрос собственной фантазии. Ну, это не слишком экстравагантно будет. Вот, например, ты смотришь на картинке, да, здорово, но ты же живешь в этом, и не один год, 20-30 лет, а у тебя, может быть, эти лыжи, велосипеды, и ты думаешь, божечки мои, зачем же я это все сделал? Можно было бы посмотреть, как бы. Но мне кажется, что такого рода заборы делаются не целиком. То есть, это не будет периметр вокруг участка 15 соток, или 6 соток, или 25 соток, а просто небольшой уголок, который сделан просто вот так пошутить. Дизайнерский такой. Да, но, опять же, это скорее все-таки игра. Это все-таки игра. Это не функциональная. Ну, конечно, но мы же очень любим поиграть в дизайнеров и в ландшафтных, и в интерьерных. Мне кажется, это прекрасный забор. Это прекрасная возможность, да, отыграться. Ну, собственно, хотелось бы именно удивить чем-то гостей, похвастаться. Ты знаешь, что придумал один забор? Бордюр. Бордюр из гномиков. Бордюр из гномиков. Загномики должны быть еще высокие, мне кажется. А может быть низкие, если низкие. Такие, примерно, как на острове Пасха, желательно. Да, да. Вот примерно такие. Я к тому, что здесь же зависит от того, что использовать. Но, опять же, мне кажется, что даже для таких игривых заборов лучше использовать материалы, которые имеют красиво стареть. Спасибо, Витя. На этом мы с вами прощаемся и ждем ваших вопросов, Виктор. Думаю, что наша дискуссия может быть интересной и полезной. На этом все. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»